Приветствую вас. Давайте разберём ваши вопросы, Ольга. Так, я не могу находиться на работе весь день, то есть, чтобы меня поднимается тревога, мне хочется уйти, я теряю внимательность, не могу сосредоточиться на работе, мне становится нехорошо, мне жарко, мне уверенно, и вообще все не трогайте меня, ловлю себя наметливо, что я хочу уйти отсюда. Смотрите, это похоже на паническую опеку, да, вот, на приступ такой панической опек, то есть, это страх, ну, как бы, большой, достаточно серьезный страх. Так, вот, важно увидеть, с чем это именно связано, с чем связан страх ваш. То есть, одно дело, если вы боитесь, ну, как бы, самой работы, это одно. Другое дело, если вы боитесь, там, например, людей, например, оценки людей, вы боитесь, вот, то есть, тут, как бы, есть, ну, есть свои варианты, есть свои нюансы. Вот, но пока похоже, что вы боитесь именно чего-то, что связано с людьми на работе, ну, вообще, на вашей работе. Вот, пока что, так это выглядит. Боитесь оценки, боитесь взаимодействия. Так было всегда, я работаю уже 7 лет, опыт работаю в официальном складе. Во всех своих работ я просто убегала, ну, да, даже в прямом смысле этого слова. Ну, опять же, как бы, нужно рассмотреть, да, от чего именно вы убегаете. То есть, здесь работа со страхом, и, в первую очередь, через беседу нужно понять причину вашего страха. Не работаю несколько месяцев, потом понимаю, что дома без работы мне тоже плохо, и убегаю из дома на новую работу. Ну, смотрите, да, здесь вы от чего-то бежите. И я думаю, что, ну, есть что-то общее между работой и домом, да. То есть, вы бежите от, мне кажется, самой себя, от ожидания, возможно, других людей, от восприятия вас другими людьми. То есть, если вы надолго, вот, останавливаетесь, да, то у людей появляется возможность вас как-то, ну, оценить. У людей появляется возможность как-то на вас взглянуть, вот. Может быть, вы бежите от самой себя, может быть, вы бежите от своих мыслей, может быть, вы бежите от собственных ожиданий, или ожиданий тех же, не знаю, других людей. Вот. То есть, вариантов достаточно много. Но факт того, что внутри у вас в определённом смысле есть дисгармония, да, это вот факт совершенно точный. И, собственно, эту дисгармонию нужно корректировать. Вот. Дальше. Я работаю в пяти компаниях, но не могу я целый день там находиться, меня эти рамки убивают. Ну, смотрите, Ольга, вы говорите, что не могу я там находиться, меня эти рамки убивают, да. Знаете, есть что-то, что-то набривное в том, как вы это говорите. То есть, ну, вот именно набривное есть что-то. Я имею в виду набривное в том смысле, что как будто бы вы, ну, может быть, ждёте, что вас будут, например, там, не знаю, не знаю, переубеждать, что вы, там, например, должны, что вы вот должны, ну, в этих рамках находиться, что вы должны, там, забить на то, что вам не нравится, да, забить на то, что вас не устраивает, не устраивает. Такое вот у меня чувство, что вы, как будто вы пытаетесь воззвать к, ну, не знаю, к человеческому пониманию, что вот так для меня это выглядит. То есть, как будто бы, как будто бы, как будто бы вас вот никто не понимает, да, как будто бы все думают, что вы, ну, я не знаю, продаете, продаете, продаете фигнёй и вообще о чём-то очень таком вот несерьёзном думаете, да, и что все это, какое-то баловство, вот такое у меня ощущение возникает, понимаете. Вот. Здесь есть какая-то такая вот, ну, на мой взгляд, может быть, чрезмерная заинтересованность в том, чтобы свою позицию отстоять. Вот. Но с другой стороны, с другой стороны, задавали ли вы себе вопрос? Да? Да? А чем, например, меня эти рамки убивают конкретно? Ну, я же на работу иду, да, я же, ну, как бы, выхожу на работу все-таки. Ну, вот. Значит, наверное, что? Наверное, идя на работу я, я жду, я ожидаю чего? Я ожидаю. Вот, идя на работу. Я, идя на работу, ожидаю, что рамок не будет, например. То есть, как-то вот, знаете, ну, странно немного выглядит то, что вы, вот, как бы, говорите, что я иду на работу, а, ну, как бы, меня не устраивает, что там рамки. На работе, там, а, есть рамки. Вот. И, ну, извините, а чего, чего бы ждал-то? Что, что там не будет рамок? Ну, почему, с какой стати им там не быть, да, то есть, как бы, вот. То есть, это, на мой взгляд, вопрос про, ну, про реалистичность ваших, ваших, ваших взглядов на вещи, про реалистичность вашей позиции, вот. И, повторюсь, повторюсь, вы не доходите немножечко до сути, да, то есть, сути в том, чем эти рамки конкретно вас, ну, на прикол, да. Что они, как они на вас, условно говоря, влияют, да, что вы, вот, так на это реагируете. Ну, болезнь, 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 да, скажем так, скажем так, вот. Ну, это понятно, нужно в этом разобраться, спокойно разобраться. Я не считаю, что, там, вы, ну, обязаны, должны делать что-то, чего вы не хотите делать. Мне кажется, что вы чего-то боитесь, да, вы, ну, не хотите с чем-то сталкиваться, вот. Как бы, внутри, внутри себя, внутри себя. Так, эм, дальше. Эм, так, э, значит, каким-то ри, э, риелтором или менеджером по продажам, где надо ездить, я даже быть не смогу. То есть, все равно, нахождение на работе и несвобода. Эм, ну, смотрите, нахождение на работе и несвобода. Да, только в том случае, если вам сама по себе работа неинтересна. Только в том случае, если вы не смотрите на работу как на способ реализации, на способ реализовать себя, на способ заниматься, заниматься чем-то интересным для себя, вот. Почему-то работа, э, видится вам, э, исключительно, э, тем, что вашу свободу ограничивает. Такое ощущение, что, да, вы болезненно реагируете на ограничение свободы. Эм, но, э, в свою очередь, как бы это возможно только в том случае, если работа вами не воспринимается как как вас возможно реализоваться. А работа, э, вами, э, так, судя по тому, что я могу видеть, работа вами так не воспринимается. Почему-то. Вот. То есть, э, вы воспринимаете работу как что-то другое. Я пока не очень понимаю, э, э, как и, как именно, да. Ну вот. Но, как что-то другое, это совершенно очевидно. Вот. Вопрос только, э, вопрос только, э, в том, как именно вы воспринимаете работу. Ну вот. Я, э, вот пока что, я, э, просто, э, не очень, э, понимаете. То есть, если я, э, должна работать, как вы говорите вы, то это обязательно должно быть, э, должно быть тяжело. И это обязательно должно меня ограничивать. Получается так. А как вы тогда, вот, вот вы говорите, что, э, я работаю 7 лет, опыт работы в офисе и на складе. А вот, э, вы как пришли в эту работу? Ну вот, э, что это, э, у вас, э, ну, работа в офисе и на складе. То есть, ну, вам это вообще, э, не знаю, вам это, вам это вообще интересно, вам это вообще нравится или, или, или нет, да. Как бы. То есть, э, что привело это вас, э, на это место. Дальше. Так. Э, э, может вы посоветовать мне найти работу из дома или на полдня? Это, это отличный вариант такой работы. Я еще могу сказать, что все эти, все, все, все эти 7 лет. Но, к сожалению, если есть такие редкие варианты, они очень низко оплачены. Просто за копейки даже не знаю, что мне делать. Вы знаете, э, я вот, честно говоря, э, думаю, что вы работать не хотите. На данный момент. Я думаю, что именно работать вам, э, сейчас не интересно. Я думаю, что именно работать, э, сейчас вы не хотите. Я думаю. Вот. Я думаю, что, э, вы, э, пытаетесь, э, прийти к тому, чтобы, э, доказать, э, э, себе и, возможно, там, кому-то еще, вот, что, мягко говоря, э, э, вот, вы работать не можете. И тем самым вы, э, стараетесь избежать, может быть, э, ответственности, может быть, какого-то негатива, может быть, чего-то еще. У меня нет ощущения, знаете, у меня нет ощущения. У меня нет такого ощущения, что вы хотите работать. Вот. Я бы вот так сказал, да, что, э, вам работать сейчас не интересно. Она вас, э, цяготит. А, ну, кто ищет, тот находит. Э, и кто не ищет, тот не находит. К сожалению, если так, э, даже не знаю, что мне делать. Что делать, чтобы что я хотел быть, чтобы я нормально собачивался, работал спокойным бухгалтером, строил свою карьеру, но почему я не могу. Э, э, вас, э, пугают люди. Вас, э, пугают люди. Э, вас, э, пугают люди. Это, как бы, ну, очевидно, что вас пугают люди. Вот. Вопрос, э, немножечко в другом. Да? Вопрос немножечко в другом. Вот, вас люди, э, пугают, да? Пугают вас. Надо бы понять, надо бы понять, э, чем они вас пугают. Вот. Это, как бы, то, что можно, э, то, что можно сделать. Это то, что вы можете сделать. Да? Разобраться. 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 Разобраться, просто посмотреть, понять. что происходит, да, там, условно говоря. Что такого страшного, да? Условно говоря. А, ну, на работе, что вас, вот, пугают так сильно. Как, 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 как-то так. Как-то так. Потому что, э, как-то вы видите, вот, все вокруг да около, да? Вот вы говорите, работала спокойно бухгалтером, строила свою карьеру. А зачем вам строить свою карьеру? В какую сторону стоит работать с этим вопросом? Э, э, в несколько сторон. В несколько сторон. В первую очередь, э, о, 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 с опасностью, которую вы для себя видите. То есть, страх – это опасность. Страх – это, э, защита. Это защита от опасности. В данном случае. Ну, и, вообще, всегда. Страх – это всегда про, э, про… какую-то угрозу, про какую-то угрозу, угрозу человеку. И, э, как бы, очень важно понять, э, в чем угроза ведется вам. Очень важно понять, в чем вы ведете для себя угрозу конкретно. Вот. И с этой угрозой поработать. Э, не исключено, что эта угроза реально, не исключено, что, действительно, для вас, э, там, э, есть, э, ну, опасность, э, в чем-то. И, не исключено, что, э, эту опасность игнорировать для вас достаточно вредно. Но, важно другое, что, что, по факту, получается следующее. Я, э, э, значит, чего-то боюсь на работе. Но, я должна работать. Я не могу не работать, несмотря на то, что я боюсь. То есть, я должна игнорировать опасность. Ну, условно говоря. Вот. Я должна игнорировать опасность. А, это, ну, так не работает. Эм, условно говоря, в, э, природе, да, если, э, человек, ну, если что-то угрожает человеку, то, э, всегда идет какая-то защита. Вот. То есть, нельзя, э, так вот, игнорировать просто. Просто брать, да, и, там, игнорировать, э, э, ну, какую-то, ну, какую-то угрозу, да, нельзя просто брать и игнорировать. Вот. Это не работает просто. То есть, это просто невозможно сделать. А именно этого сделать, на мой взгляд, просто пытаетесь. То есть, вы пытаетесь, э, проигнорировать, э, свой страх. Вы пытаетесь, э, ну, проигнорировать, э, свой страх. Ну, вот. Эм, как бы, я бы сказал, что это мало реально сделать вообще. Ну, вообще, это мало реально делать. Это невозможно сделать. Потому что, э, вы, ну, будете, будете себя, себя защищать. Вы будете себя защищать. Это нормально. Это первое, на что нужно обратить внимание. Эм, второе, на что нужно обратить внимание, это на, эм, ну, как бы, эм, на целесообразность того, что вы делаете. То есть, эм, зачем, мне работать, зачем, мне работать, э, чтобы что, да, мне работать для чего. Эм, ну, какой, э, условно говоря, ну, в этом смысл для меня. А, вот, зачем мне работать. Эм, пока вы, э, не ответите себе на эти вопросы, э, пока вы не ответите себе на этот вопрос, э, я думаю, что вряд, вряд ли, э, можно будет говорить о том, э, чтобы вы двигались дальше. Потому что, э, двигаться дальше вам просто, э, не, ну, просто незачем. Просто незачем двигаться дальше, э, пока вы не знаете зачем. И удоб, удобнее, в какой-то степени, э, действительно удобнее быть в, э, вот, ну, в этом страхе, в котором вы находитесь. Потому что, так у этого, э, так у этого хоть какой-то смысл есть. А, ну, как бы, в, э, ну, в другом, при, при, при другом раскладе, э, смысла нет. Понимаете? Так что, это вот, э, э, то, что я мог бы вам сказать, то, что я мог бы вам ответить. Да, ну, с точки зрения, с точки зрения, э, психология. Э, э, я не рекомендую, э, читать, значит, э, клиентам, э, литературу. Э, вот, психологическую, потому что написана психологическая литература, в основном, для, э, профессионалов, да, то есть, ну, для специалистов. Либо для людей, которые, э, профессиональные ресурсы, для тех, у кого проблемы, и, ну, присутствуют проблемы. Э, э, есть опасность, что они воспримут это, вот, то, что, ну, то, что увидят. Да, они воспримут, э, есть опасность, что они, э, воспримут это, э, проективно. Что такое проективно? Э, перенесут. Вот, что это перенесут? Э, э, значит, э, перенесут что-то, э, значит, либо на себя из ситуации, которую они, ну, которая будет изучаться. Вот. Э, либо наоборот, в, в ситуацию перенесут. То есть, как бы, э, 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 при, э, при, э, при, э, э, в тех раскладах получается немножечко, э, ну, не то, э, что нужно, нужно для, там, условно говоря, э, хорошей, эффективной деятельности. Вот, э, поэтому идеальным вариантом было бы именно, вот, э, обращение к специалисту и в процессе беседы, да, э, рассмотреть, э, как бы, э, в процессе беседы рассмотреть, э, э, те причины, аспекты. Э, э, страхов, да, страхов, точнее, э, которые есть, э, ну, например, 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 у вас, например, да, вот. И это было бы куда более полезно, чем, ну, читать, читать литературу, вот. Моя гипотеза заключается в том, что, э, вы боитесь, э, оценки людей, э, что вы, вот мне показалось, что вы, э, вы, э, можете, э, э, пригодить к тому, чтобы, э, чтобы, э, пытаться угодить людям, э, вот, я, э, я, э, вот это увидел. И, э, э, мне думается, что, вот, ну, моя гипотеза, если моя гипотеза верна, верна, да, вот, э, то работать нужно, э, ну, в первую очередь, именно с этим, именно с этим, именно с тем, что вы пытаетесь, э, значит, получить хорошую оценку, и у вас это не получается. У вас это, что важно, и не получится, вот, потому что, простите, э, как бы, человек, человек, который, э, ну, ну, условно говоря, гонится за оценкой, да, это, э, человек, это человек очень завист, к сожалению, вот, поэтому, конечно, вам, э, вам решать, э, э, что в этой ситуации делать, да, вам решать, безусловно, но, мое, э, мое видение, видение, оно такое. И плюс еще, вы, э, как бы, не заинтересованы в работе, э, вот. И, соответственно, соответственно, э, как бы, ну, если, э, если вы, э, не заинтересованы в работе, то, э, ну, вполне логично, что вы будете, э, искать, э, значит, э, какие-то, э, варианты, да, какие-то варианты вы будете искать, э, чтобы не работать. Вот. И это, на мой взгляд, ну, тоже, э, нормально, потому что, ну, я же не хочу, как бы, работать, да. Но я должна, я себя заставляю. Вот получается, что я с собой воюю. И, э, э, в психике, вот, именно в психике, э, как бы, вот эта дисгормония может вызывать страх, потому что, то, от чего вы, э, бежите, э, бежите, например, э, даёт особенно, ну, может, может давать особенно, скажем так. Ну, вот, и, собственно, начинаются проблемы, вот, проблемы, ну, такие, достаточно, я бы сказал, серьёзные, к сожалению. Вот, вот такой ответ я могу вам дать, э, с точки зрения, э, с точки зрения психологии. Я надеюсь, что вам это было полезно. Я надеюсь, что вы для себя выводы какие-то сделаете. Я надеюсь, что, что вы обратитесь, всё-таки, к специалисту, да, надеюсь, что, ну, как бы, обратитесь за профессиональной помощью, потому что она вам нужна. А, вот, э, ну, на этом всё, на этом, э, собственно, э, я надеюсь, что это было вам полезно. Вот, всего самого вам доброго, э, удачи и, э, обращайтесь. Продолжение следует... ...там-теа. Продолжение следует...